Здравствуйте, друзья, зрители и подписчики моего канала. Данный видеоролик записывался практически через полчаса после того, как был записан предыдущий. Ну, собственно, наверное, вы это и так видите по ничуть не изменившемуся интерьеру, если это можно так назвать. Конечно же, я не могу потерпеть, чтобы вот это все было в моей комнате. Я вообще ненавижу грязь и тем более такой мусор на своей территории. Поэтому незамедлительно инструмент сейчас будет разобран и полностью вычищен, вымыт даже, честно говоря. Я сам не очень большой поклонник того, чтобы инструмент особенно внутри подвергался какой-то смывке. Но здесь это просто необходимость, чтобы потом из этого инструмента не поползла всякая живность. Ну, вот как такую грязь можно оставлять у себя вообще в доме и держать ящик, по сути, с такой грязью у себя в доме. Кстати, как вы видите, никакого намека на производителя механики нет. То есть, скорее всего, механика также сделана на производстве Лехтенталя. Не знаю почему, но запись, как я снимал клавиатуру, я не знаю, почему не записалась. Но вот посмотрите, клавиши некоторые серые от грязи. А здесь что происходит? О, это просто... Это все пыль. Да, уважаемые? Это пыль. Вот это вот. Как это можно было вообще жить? Как с этим можно было, правда, жить? Ух ты, тут даже, видите, лейбл Лехтенталь. Петербург. Ну, буква С, тут видно, что она была, стерлась. Так, вот я снял клавиатурную раму. Причем, снять это с первой попытки мне не удалось. Дело в том, что вот здесь центральный болт. Вот они, эти болты. Я его не увидел. Я его просто не смог найти под слоем вот этой... Как это? Я даже не знаю. Это не просто грязь. Смотрите, сколько тут всего интересного. Вот иголочка. В общем, очень много полезных вещей. Вот под этим слоем очень полезных вещей я не смог увидеть болт на дереве. Потому что, вот вы видите, какого цвета здесь дерево? Вот клавиатурная рама не такого цвета. Вот совсем не такого. Вот, как бы, для примера, как вообще я видел болты, которые там были. Вот видите? Это, между прочим, болтики. Это не просто какие-то загрязнения. Это вот болты, которыми, кстати, должны быть прикручены ножки. Но дело в том, что они сломаны. То есть, они обломаны там, где вот они должны выходить. Вот, они обломаны. Что с ним надо было делать и как вообще это получилось, я, честно говоря, не знаю. Но, сейчас буду дальше продолжать, ну, разборку. И интересный момент. Вот педаль очень плохо работала. Вы смотрите, трупы тараканов мешали работе педали. Это вот я ее сейчас расшевелил чуть-чуть и нормально. Педаль в этом инструменте, это механизм левой педали. Он сдвигает гаммербанк, как в роялях, в сторону. Тем самым, молоточки ударяют не по трем струнам, а по двум или по одной. В зависимости от того, где конкретно расположен молоточек. Ну, кстати, такая система, она встречается на очень большом количестве старых-старых обердемпферных пианино. Пока разбирал, снимал клавиатуру, смотрю, лежит вот так. Но этого было не видно, было вот, только как, похоже было на какую-то выбитую табличку. Я уже обрадовался, о, год этого выпуска пианино. Да, ну, нет, это вот осколок бритвы советской. 1964 года. Да, тоже антикварят. Ну, вот, собственно, я все повыносил. Вот там механика стоит, все крышки. Это сейчас будет все пылесоситься, чиститься, мыться обязательно, потому что не помыть это нельзя. Хотя бы из соображений, вот тут что-то еще подает признаки жизни, колыхаясь от ветра. Не помыть это просто нельзя. Я думаю, объяснять почему даже не имеет смысла. Пока все, что я вынес на улицу, обволакивается дуновением ветра, я решил заняться штулерамой. Вот, кстати, обратите внимание, какая разница в цвете. Вот здесь лежала клавиатурная рама, а это пыль. Если вы проводите такие вещи, я имею в виду очистку, в домашних условиях, ни в коем случае не оставляйте всю эту пыль в доме. Потому что могут возникнуть неприятные последствия в плане того, что яйца, которые могут здесь остаться, таракани и все остальные, они могут начинать вылупляться. И это, конечно же, никому не надо. Если вы используете пылесос, в котором мешочки, вот эти вот, то мешок сразу же надо будет выбросить, не оставлять его в доме. И, соответственно, лучше вот это все делать не щеткой, ну, вот, собирать пыль, отшкребать ее от дерева не щеткой, а какой-нибудь картонкой или чем-то пластиковым. Таким образом вы предотвратите распыление, разбрасывание пыли, соответственно, и всего, что может находиться вместе с этой пылью, по коврам, по квартире, вообще в воздух. Соответственно, вы не будете этим дышать и это будет очень хорошо. Также рекомендую это все делать в проветриваемом помещении и в перчатках, ну, на всякий случай. Кстати, я и пианино бы вынес, но в последнее время самому это все делать мне что-то сложновато. Хотя у меня на канале вы можете посмотреть, как я делал полную вообще химчистку французскому пианино Дебиан, но там, правда, картина была еще ужаснее. Если эта пианино стояла хотя бы в квартире, то французская стояла в заброшенном здании. Но, кстати, тоже в Санкт-Петербурге этот инструмент приехал также из Питера. И обнаружился вот такой вот неприятный дефект. Это плохо. Шприц чугунной рамы, ну, точнее, это даже не чугунная рама в своем прямом смысле. Это такое, как бы, зарождение чугунной рамы. Здесь даже нет упора под вербельбанком. Она тут такая, исключительно в таком виде. Вот это вот плохо. Это отходит. Это надо будет либо прикрутить, либо как-то... Я не знаю, будет оно настраиваться или нет. Ну, скорее всего, будет, конечно. Но надо быть внимательным в этом вопросе. Также вот разобрал педальный механизм, чтобы было удобно все вот это подоставать. Чтобы потом почистить, привести в порядок. Ну, и, соответственно, поубирать отсюда всю грязь, которую не давали убрать педальные шарниры. Конечно, крепления старые, не все поддается разборке очень добровольно, но, тем не менее, после некоторых уговоров и налаживания контактов, все идет на сотрудничество. Вот, посмотрите, очень интересная вещь. Служит она для закрепления педальных планок вот этих. Вот она и с этой стороны. Видите, она зажимает педаль здесь и не дает ей выйти никуда. Смотрите, похоже на колок фортепианный. И, собственно говоря, регулировка происходит путем закручивания его. Ну, или, наоборот, выкручивания тоже четырехгранных. Ну, собственно, скорее всего, это колок и есть. Да, да, это и есть обычные фортепианные колки. Теперь, взяв старую губку, вот, можно приступить к очистке. Кстати, подчеркну, что губку после этого тоже надо будет выбросить. Обязательно. Ну, вот, первая стадия мывки закончилась. Как вы видите, пыль частично настолько въелась вместе с грязью в дерево, что оставляет вот такие вот после себя следы. Кто-то, посмотрев только что промелькнувший кадр, скажет, что как же так, струны нельзя и так далее. Мыть можно. На самом деле можно. Струны нельзя, когда проволока новая, брать голыми руками. А после того, как этим струнам исполнилось уже больше ста лет, их можно и мыть, и варить, и вообще делать с ними все, что угодно. И сейчас я хочу попросить прощения у моих зрителей, но вот, это губка. Да, это та самая губка, я ничего не придумал. Я просто промыл вот здесь все, что было здесь и чуть-чуть снизу. Вот что случилось с губкой. Кстати, вот я сказал, что надо перчатками этим заниматься, сам без перчаток. Но мне привычно, мои руки уже привыкли к таким работам, поэтому мне не страшно. А вы, пожалуйста, работайте в перчатках и желательно в маске, чтобы вот этим всем не дышать. Вот такая вот губка, понимаете? Это вот назидание тем, кто считает, что чистку инструмента производить тоже не надо. Вот пусть вот этим всем дышат. Итак, вот что получилось. Смотрите, вот совершенно другой вид. Теперь это выглядит как инструмент, а не как, простите, помойка. Понимаете? Внизу, смотрите, все помытое, все вычищенное, все как-то, ну знаете, приведенное в человеческий вид. Полностью разобрал весь педальный механизм. Помыл даже вот эти планки, даже вот разводы остались. Ну, конечно, вот с этим проблемой еще надо будет дополнительно это все промыть. Но, тем не менее, результат, на мой взгляд, очень даже хороший. По сравнению с тем, что было до. Ну вот, друзья, собрал педальный механизм. Посмотрите, все приобрело более цивилизованный вид. Ну, еще не до конца, конечно, просохло, но это ничего страшного. Вот. Все стало выглядеть, смотрите, как красиво и в самом деле, как будто бы недавно сделано. Смотрите, в каком прекрасном оказывается состоянии дерева. Все в прекрасной сохранности. Надо было только убрать все вот эти клубы пыли и комки грязи. Даже вот педальки удалось очистить. Кстати, мыл я это все всего лишь посудным ферри. И очень даже неплохо вот получилось. Без применения жесткой такой химии. Потому что все-таки пианино находится в доме. И пока оно там будет проветриваться, может пройти очень много времени. А это, как вы понимаете, мне не надо. Поэтому удалось достичь желаемых результатов с применением обычных посудных средств. Вот сверху тоже практически все обсохло. И пусть дальше обсыхает, а я буду заниматься всем, что я отсюда снял. Ну, здесь ничего сложного нет. Все решается, по сути дела, губкой. И даже, наверное, записывать, как я это все буду делать, нет смысла. Уже запишу, когда все это будет на своих местах. Кстати, вот тут у меня еще стоит вот эта вот сетка, которая сзади футера была. Ну, ткань, конечно, уже спасти не удастся. Это уже лохмотье. Но обрывать специально не буду. Мало ли. А саму решетку тоже помою. Кстати, сзади пианино футер довольно-таки чистенький, без мусора. Так, ну вот один момент я, наверное, все-таки покажу. Кто не знает, вот эта система, обердемпферная, еще называется в зарубежье BirdCage. То есть, птичья клетка. И она некоторым настрощикам кажется неудобной в регулировке. Ну, тут уже другая тема. Это не здесь. Вот чистить неудобно. Я покажу, как я вот это сделал без снятия демпферного плеча. Вот, и теперь все эти части можно спокойно отодвигая все это вверх. Кстати, сами демпферы, ну, фигурки демпферов, можно спокойно протереть. И такой вот момент кто-то спросит. Вот я говорил, что надо в перчатках и все остальное. Вот здесь есть нюанс. Вот такие работы, где вот такие механизмы, все такое, ну, ювелирное в самом деле, я не делаю в перчатках, чтобы ни за что не зацепиться и никаким образом не как-то сломать или повредить детали механики. Может быть, в работе с корпусом, с такими массивными деталями перчатки, да, одевать желательно. Но вот в таком моменте, вот механика, все такие узелки, где нужна ювелирная такая работа, аккуратная, конечно же, никаких перчаток быть не может. Ну, вот, собственно, и все. Обратите внимание, все стало так очень хорошо выглядеть. Крышки тоже я уже в порядок привел. Клавиатурная рама, но она, конечно, была очень сильно загажена. С этим, к сожалению, я ничего поделать не могу. Но, по крайней мере, самое главное, что нету больше этих личинок и вообще никакой такой вредоносной пыли. Вдруг шайбы, конечно же, в большинстве своем поразваливались. Возможно, я вообще их сейчас посрываю, потому что, ну, они... Это все, это так уже. Так что вот так. Теперь это все можно собрать. Продолжение следует... Ну, вот и все. Все закончилось. Инструмент чист, опрятен. Кстати, вот эта вот штука, которую я нашел внизу, она выполняла очень интересную роль. Это обломок замочка. Вот когда нужно было открыть крышку, нажималась кнопочка, вот отодвигалась защелка, и вот крышка открывалась. Вот, как вы видите, там есть остальная часть этой защелки, то есть она сломалась. Это ж с какой силой надо было ее нажать, чтобы она так отломалась. Но я что-нибудь придумаю, чтобы это вернуть к его прямым функциям. Ножки, кстати, я не поставил, потому что они здесь должны крепиться на болтах, а болты сломаны. Я сначала найду такие болты, а потом уже поставлю ножки, потому что даже просто их сюда приставить не получилось. Они падают, ну, из-за своей формы. Кстати, насчет футера. Мусора здесь совершенно не оказалось, поэтому я просто прошелся здесь этим влажной тряпочкой. Нашел цифры, уже обрадовался, думал год, но нет, это серийный номер. Все, теперь осталось поставить заднюю сетку и отдыхать. И на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока.